В Борисове бесправник, убегая от погони, чуть не сбил пешеходов. Авиакомпания «Гродно» отсудила у россиян 764 тысячи рублей. Жительницу Могилёва выселяют из дома без права выбора новой квартиры. Подробнее обо всём этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. В Борисове ГАИ гонялось по городу за бесправником. Видео погони опубликовало УВД Минской области. Сначала водитель «Вольво» уезжал от Борисовского ГАИ по парковке гипермаркета. А потом едва не сбил пешеходов. Судя по видео, погоня завершилась на территории гаражного кооператива. Там водитель загнал себя в ловушку и просто уже не смог никуда уехать. Тем не менее, чтобы подобраться к нему, инспектор ГАИ прошёлся по капоту его автомобиля. Только тогда нарушитель уже самостоятельно открыл дверь своей машины. В УВД сообщили, что внимание сотрудников ГАИ Борисова автомобиль «Вольбо» привлёк случайно. Двигаясь по улице Даумана, водителя попросили несколько раз остановиться, но тот никак не среагировал. Поэтому и началось преследование, во время которого водитель нарушил правила обгона, а также не предоставил преимущества пешеходам. Как оказалось, за рулём был 34-летний бесправник. Его задержали и доставили в орган, ведущий административный процесс. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Авиакомпания «Гродно» отсудила 764 тысячи рублей за самолёт, который разбился в России. Дело в том, что в феврале 2022 года белорусский авоперевозчик отдал в аренду свой самолёт Ан-30 российским коллегам. Но уже через несколько месяцев воздушное судно совершило жёсткую посадку в Якутии, в 17 километрах от населённого пункта Оленёк. На борту были 7 человек, трём из них понадобилась медицинская помощь. По версии российского следствия, воздушное судно Ан-30 из-за нехватки топлива совершило вынужденную посадку с убранными шасси в лесной массив. Виновным назвали командиры экипажа. В результате аварии самолёт получил технические повреждения, которые не подлежат восстановлению. По оценкам независимой экспертизы, воздушное судно с учётом установленного на нём дополнительного навигационного оборудования на момент происшествия стоило 764 тысячи белорусских рублей. Рассмотрев все эти факты, экономический суд Гродно удовлетворил исковое заявление о взыскании ущерба. Теперь решение за российской компанией, арендовавшей самолёт. Жительница Могилёва рассказала, как её с двумя дочерьми насильно выселяют из сносимого дома без права выбора подходящей квартиры. 75-летняя пенсионерка всю жизнь прожила в доме в районе городского вокзала. Теперь строение признали аварийным, и оно подлежит сносу. Но, как рассказала Могилевчанка, всех её соседей устроили в том же районе, причём условия оказались как минимум не хуже, чем были. Но ей по какой-то причине выбора не дали совсем, назвав лишь один возможный адрес. В другой части города, причём на самой его окраине, сразу за домом начинается поле. Когда женщина отказалась, ей предложили малосемейку, что тоже никак не соответствует законному требованию сохранить условия жизни при переселении. Теперь Светлана Кириллова ходит по чиновникам, но безрезультатно. В большинстве случаев её просто игнорируют и даже отказывают во встрече. Оправдывают своё поведение тем, что якобы уже предложили пять вариантов жилья, но она сама их все отвергла. Женщина уверяет, что в госполкоме ей проговорились, мол, ситуация возникла из-за каких-то махинаций в управлении строительства, которые не предоставили варианты переезда, соответствующие белорусскому законодательству. Друзья, прежде чем продолжить, прошу вас подписаться и поставить лайк этому видео, только не забывайте о своей безопасности. Жителям Витебска с различных номеров звонит робот Виктория, который женским же голосом предлагает пройти сеанс массажа и получить смарт-часы в подарок. Но перед этим просит ответить на парочку вопросов. Не исключено, что соответствующие звуковые фрагменты могут стать причиной исчезновения денег, ведь преступники могут вести запись разговора и в дальнейшем использовать образец вашего голоса для создания голосовых сообщений с помощью технологии искусственного интеллекта. Например, позвонить вашим родственникам и попросить передать деньги. Специалисты советуют закончить телефонную беседу, как только у вас возникли малейшие подозрения. В случае с Викторией у голоса есть характерный украинский акцент и фраза, очевидно, записана живым человеком. То, что это на самом деле робот, выдает нелогичная реакция на нелогичные ответы. Борисовскую инфекционную больницу решили не сносить, а использовать как поликлинику. Такой вывод можно сделать из сообщения, о которой появилось в телеграм-канале Борисов Жодина Крупки. Там сказано, что в связи с проводящимся ремонтом в поликлинике номер один с 25 марта прием пациентов будет вестись в корпусе деинфекционки. Напомним, что еще в январе чиновники обсуждали судьбу этого учреждения здравоохранения. Тогда исследование здания показало, что ему требуются серьезные капитальные вложения. Рассматривалось несколько вариантов решения проблемы. Ремонт, после которого в инфекционке останется часть больницы и поликлиника. Ремонт, после которого здесь будет только поликлиника. И третий вариант – снос и строительство полностью нового здания. Решения должны были принять после оценки финансовых затрат, которые потребует реконструкция. Судя по всему, снос оказался нецелесообразным. Гомель занял первое место в Беларуси по количеству муралов, созданных в рамках идеологической кампании по почитанию памяти о Великой Отечественной войне. Этим супердостижением похвалились на городском ГОСТ-ТВ. Гостем программы был главный архитектор Гомеля Александр Морозов. Как ранее сообщал флагшток, он был назначен на эту должность, не имея соответствующего образования. На вопрос, будет ли продолжена практика по созданию муралов в областном центре и как будет в дальнейшем развиваться сохранение исторического наследия, Морозов ответил утвердительно. Чиновник добавил, что в 2024 году власти планируют создать еще два новых мурала в память о Галине Докутович, советской летчице, которая родилась в Гомеле, и Борисе Царикове, пионере-героя, который тоже родился в Гомеле. Когда и где будут созданы новые муралы, главный архитектор не рассказал. Вероятно, граффити в честь героев войны появятся на одноименных улицах. На реке Менко под Минском сделал ряд находок, которым нет аналогов во всей Восточной Европе. Институт истории Национальной Академии Наук Беларуси подписал соглашение с Белорусским государственным технологическим университетом об оказании помощи в консервации деревянных конструкций. Директор Института истории Вадим Лакиза рассказал, что найденным в основании вала древнего городища деревянным клетям уже минимум тысячи лет. И чтобы была возможность сохранить их для следующих поколений, а также чтобы начать следующий этап исследования, они требуют современной консервации. В свою очередь, ректор БГТУ Игорь Войтов рассказал, что за почти столетнюю историю вуза его сотрудники разработали множество технологий, связанных с сохранением дерева и его состояния. В университете имеется ксилотека, где собираются и систематизируются эталонные образцы древесины. Некоторым из них несколько миллионов лет. Поэтому деревянные объекты из Менки будут в надежных руках, заверил ректор. Тем более, что они сохранились предположительно благодаря хорошей генетике древесины. А значит, посмотреть на древнее городище смогут и наши далекие потомки. И это все на сегодня. В воскресенье подключайтесь к нашему итоговому стриму, в котором обсуждаем с экспертами самые важные события уходящей недели. Не забудьте подписаться на все наши каналы, а также социальные сети Instagram, Facebook, TikTok и Telegram, где можно получать оперативную информацию в более коротком формате. Ставьте лайки, комментируйте, предлагайте и критикуйте, но не забывайте, что делать это можно только если вы находитесь в безопасности. Хороших всем выходных и Жыве Беларусь!